За Москворечье Прогуляйтесь по набережным острова Балчук с видами на Кремль и парк Зарядье. На улицах за Москворечье вы не встретите ни заводов, ни вредных производств, зато всегда можно найти новый музей, пройти мимо роскошного храма или завернуть в уютный сквер с вековыми деревьями и цветами. Пятницкую улицу называют гастрономическим центром Москвы, ведь здесь открыты рестораны на любой вкус. Утром можно позавтракать в кофейне, а ближе к вечеру выпить бокал Просеку в коктейльном баре. Любителям классической музыки стоит посетить Московский Международный Дом Музыки, где проходят концерты под управлением дирижера Владимира Спивакова, а также театральные спектакли и выступления народных артистов. За любыми покупками отправляйтесь в торговый центр «Повелецкая Блаза», расположенный в подземной части обновленной Повелецкой площади, с сухим фонтаном, дизайнерскими качелями, цветниками и открытым амфитеатром. На территории Замоскворечья расположены учебные корпуса Высшей школы экономики и Экономического университета имени Плеханова, поэтому на улицах часто встречаются студенты и молодежь. В районе пять станций метро, благодаря которым Вы без опоздания успеете на важную встречу в Москва-Сити, даже если все дороги стоят в пробках. В Замоскворечье нет больших и шумных магистралей, поэтому в воздухе не чувствуется загазованность. Единственная крупная трасса – это участок Садового кольца, до которого Вы доедете на машине за пару минут. Замоскворечье Всю элитную недвижимость Замоскворечья можно разделить на две категории. Клубные дома делюкс-класса, расположенные в пределах Садового кольца, и современные жилые комплексы премиум и бизнес-сегмента, строящиеся у Павелецкого вокзала. Пятиэтажный клубный дом Богенхаус с апартаментами делюкс-класса расположен на Озерковской набережной. Можно купить уютную студию с видом на Москву-реку или просторный пентхаус с открытой террасой. В лобби с парадными люстрами и дизайнерской мебелью создали лаунж-зону с камином, а на внутренней территории обустроили ландшафтный сад с декоративным фонтаном. Клубный дом Богенхаус уже сдан и частично заселен. Клубный комплекс «Русские сезоны» состоит из 11 статусных корпусов с фасадами из натурального камня и расположен у Третьяковской галереи. Можно приобрести резиденцию от 117 квадратных метров, таунхаус с приватным патио или отдельный особняк. Отдыхайте в ландшафтном саду с декоративным бассейном, фонтаном и шезлонгами. И проводите встречи в лобби с элементами барокко, картинами современных художников и отсылками к дягилевским балетам. Сдача проекта запланирована на 4 квартал 2024 года. В премиальном комплексе клубных домов «Ордынка» можно приобрести пентхаус с камином и вторым светом, резиденцию с патио или апартаменты в отреставрированном историческом особняке. Прогуляйтесь по ландшафтному саду с искусственными прудами, арт-объектами и дизайнерской уличной мебелью. Или отдохните в лобби за беседой об искусстве у горящего камина. Комплекс домов «Ордынка» уже сдан и готов для жизни. Теперь переместимся за Садовое кольцо в район Павелецкой площади, недалеко от которой создаются новые жилые кварталы. В комплексе «Воксхолл» вы можете купить квартиру или апартаменты с террасой и завтракать на свежем воздухе с видами на Москву-реку, либо загорать, не выходя из дома. Покупайте продукты в маркетах на первом этаже, ужинайте всей семьей на летней веранде кафе и проводите тренировки в местном фитнес-клубе. А между домами создали искусственный ландшафт с кустарниками, цветниками и зонами отдыха, где приятно прогуляться перед сном. Сдача проекта запланирована на второй квартал 2025 года. Внутренняя территория небоскребов «Хайлайф» – это настоящий ландшафтный парк с парящим мостом. Сдача проекта запланирована на четвертый квартал 2025 года. Выберите подходящий для вас и вашей семьи жилой комплекс. Чтобы скачать полный каталог квартир и апартаментов за Москворечье, пройдите на наш сайт. Все ссылки в описании. Фильм подготовлен экспертным агентством «Уайтвилл». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...